Вот у нас есть прямое включение из Мариуполя, общественный активист. Мы изменили, конечно, голос, мы не будем называть ни имя, ни фамилию, но мы хотим понять, что вот сегодня происходило и что происходит в данный момент в Мариуполе. Здравствуйте. 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 Вот расскажите нам, пожалуйста, в студии у нас вся Украина, как обычно, и Александр Турчинов. Вот расскажите нам, что происходило в течение дня и, главное, что происходит сейчас. Я не могу согласиться с Александром Валентиновичем, что святкувание сегодня происходило гидно самым в нашем городе. В 10-й године колона под червонными прапорами від драмтеатру вирушила в сторону памятника Шевченко. И именно в этот час начался штурм бойовиками військовой частины внутренних войск, и где размещена как раз и нацгвардия, и строительство управления внутренних войск. Почали стрелять. За нашими данными, напад совершили збройные фаховые бойовики, которые, очевидно, есть информация, которая подтверждается сейчас за некоторыми внешними ознаками, говорят, что были перекинуты из Луганска до нашего города, и эти люди чеченской национальности, и козаки российские. Прошу, я хвилююсь очень. Они действительно сразу пошли в первые жертвы. В місто въехала техника украинской армии, которые пришли на помощь нашим войсковым. Вместе с тем, что перстрелка, как вы видите, запеклые бои продолжали. И в результате, за непереверными пока что данными, но за данными самыми из медиков, есть порядка 45 битых. Мы не знаем, какая количество точно, но это говорит от одного из хирургов. Они между собой тримают связь с всеми маркарнями и называют самую всю цель. Очень большая количество раненых, тяжело раненых. В том числе, был сегодня раненый журналист Радхли Берлин Фейдер. Придвища не буду назвать, я думаю, эта информация будет известна. Он прооперованный. Сейчас до него приехала женщина. Он, в основном, даже не журналист. Он сопровождал свою дружину и взял камеру, чтобы не она шла под пулей, а, власне, пішел снимать, помогал ей працювать. После того, как закончилась активная, самострашная фаза цієї операции, цей перестрелки, за результатами, что мы бачили, как мы бачили кадры на улице Грушевского на данный момент пожежи загасили, но сепаратисты по периметру міста, центру міста, построили большие баррикады. Для этого они выламывают полностью бейкборды, выламывают светлофоры, льерные угрожи, перевернутся машины. По месту основная масса тих, кто действует властей безчинства за свидетелями очевидцев, это, в основном, молодые люди 16-20 лет. Абсолютно все наши активисты, в том числе, которые перебывают, ну, спостерегают на месте поддей, говорят о том, что они в страшном алкогольном спианении. Великая значительность их. Кроме того, в четвертой године наши активисты сказали про то, что массово, звезды от строительства, строительства МИСРАДИ, массово кличут, закликают старше населено, бабусь, дядюсов, и проводят с ними пропагандистскую работу, говорят, что вы должны лягать под бронетранспортером, под броню, вы должны защитить победу, за ваших внуков, пайти, лечки и так далее. То есть, фактично, они створяют, как мы понимаем, живой щит из старшего поколения в такой день, на 9 травня. На сегодняшний, на данный момент, вернее, известно, что жертвы, звезды, есть с обеих двоих боков. И, власне, с боку наших правоохоронцев, которые, у нас появилась надея, что наконец-то начнут нас охоронять, потому что было призначено нового начальника милиции, Валерия Андрошчука. Есть информация, что он действительно вспоминал до последнего и, на данный момент, где он, где его место перебывания, ни тела, ни его самого не знали, то есть, не знаю, где он сейчас есть. Кроме того, был убитый и потом возглавлялся, власне, на тело Сергея Деммеденко, за информацией, которую мы имеем, это командир Дніпропетровской бригады. После того, как его было убито, ему отрезали вуха, выкололи очи. Это, как раз, один из подтверждений того, что работают воевики чеченцы, мы знаем, это, власне, такой знакомый почерк, и так, как они делали, вернее, что говорят часто в видомых событиях, в которых брали участь. Кроме того, на данный момент есть информация про то, что убитый полковник Саимков, это начальник ДАИ, города Мариуполя. За непервированной, но на мой взгляд, достоверными данными, потому что эти люди не публикуют, не проверенных фактов, мэр места залишит место. Спасибо. Вот спасибо, да. Будьте с нами и на связи по возможности в течение всей программы, потому что я боюсь, что ситуация будет меняться и не обязательно в лучшую сторону.